И всем привет, ребят, с вами Страйвайка, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний ролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре очень жесткое вооружение, которое показало себя нереально интересно в нашем матчмейкинге после обновления, о котором я, если честно, особо сильно даже и не знал до определенного момента. Но уже сегодня мы его попробуем пореализовать, протестировать и рассмотреть в рамках нашего матчмейкинга, это Ареса Страйкер, но не простой Ареса Страйкер, ведь на Ареса Страйкере я уже играл и играл много, а Страйкер с восьмерочкой, восьмиступенчатый Страйкер Циклон, который после предыдущего, ну как ластового, можно так сказать, обновления, стал убойной матчмейкой. Машиной Джаггернаута. Это та старая добрая восьмерка, которая дает Джазу, которая уносит Джаггера без шансов, которая имеет долгую, даже не то что сводку, а именно сцепку, когда вы начинаете пытаться сводиться по вражескому Джаггернауту, и за счет этого вы можете очень хорошо реализовать эту замечательную комбину. Я меняю резисты, ну и отправляюсь в бой, а вы, конечно же, если вам нравятся видосы, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, подпишитесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажмите на колокольчик давнего проскатного видеоролика, ну и конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег тег тимпе прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкоинов в описании, вся информация по этому поводу есть, поэтому спускайтесь в описание и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я уже запикиваюсь в Джаггера, ну и думаю, что сейчас надо давать какого-то контенту. У-у-у-у, хорошую каточку нас закидывает. Смотрю, восьмерочек у нас против нету, а это значит что? А это значит то, что мы сейчас будем влетать. С этой восьмеркой идеальнее всего подходит как раз таки дрон кризис, который дает возможность на ДАшке не умирать, а потом как дать сводочку джазовую, так и унести Джаггернаута. И даже сам Джаггернаут со своей сводочкой получает нереально большое количество урона и уже остается на 0 хп. Если он овердрайв все не прожмет, то я думаю, что этот Джаггер уже полетит на респ. То есть мой Ареса-страйкер сильнее Джаггернаута, но он вжимает оверку. Он просто берет и вжимает свой овердрайв. Но мы, как говорится, не отчаиваемся. Ничего страшного, ну пусть попрожимают ребяточки свои овердрайвы, ничего страшного, а мы все равно будем давать жесткого контентику. Против у нас попадается Геночка, Геннадий, если ты смотришь данный видеоролик, то обязательно передаю тебе привет не только в катке, но и на голосе. Так, ну а мы пытаемся потихонечку, потихонечку въезжать в Джаггера вражеского. Наша задача дать сводку и просто взять и унести этого, блин, замечательного Джаггернаута. Восьмерка бы залетела бы бесшансовая, но упорчик был и из-за этого не такое большое количество урона сумел я вкинуть по непосредственно самому Джаггернауту. Так, ну если... О, хорошо, шикарно, туда двумя ракетками добил его. Может быть сейчас будет немножечко попроще, может быть это сейчас не будет не суперсложный Джаггернаут, и мы тогда будем уже влетать. Здесь за счет самого страйкера у вас есть возможность набивать очень хорошее количество киллов в принципе, да. Ну и плюс за счет своей сводочки уже вы можете добавлять еще сверху по Джаггернауту вкусный урончик, которым можете спокойно уже и сливать дополнительно Джаггера. Только наша задача, конечно, хотелось бы, чтобы наши тиммейты еще тоже немножечко агрессировали. Тогда мне в моменте будет, конечно, намного-намного проще. Все-таки если я играю чисто в Джаггера и в него никто не едет, то на такой карте его в моменте будет, конечно, тяжело свести. Проще тогда уже взять какое-нибудь устройство на Скорпион по типу... Там, как оно называется? Как называется это замечательное устройство? Я забыл, если честно. Это устройство называется... Торнадо вроде, если я не ошибаюсь. Новое устройство на Скорпион. Вот с него можно тоже очень неплохо сводить вражеского Джаггернаута. Так, ну а мы пока что сейчас попытаемся себе распушить линию и дальше уже залететь под урончик. Так, ну... Ага, понял. Понял, овердрайв тут Геночка мне вжимает прям по сочному, по аппетитному. Я хочу пропушить правую зону и попробовать оттуда прожаться, потому что есть возможность очень жестко унести Джаггера. Если я просто прожму фланг. Да, то есть моя задача просто прожать фланг и уже я могу сделать аппетитную раздавалову. Помимо этого, Ареса есть отличная возможность также реализовать эту комбинацию на как раз таки Хоппере. Если у вас нет возможности доехать как раз таки до противника, то с Хоппером у вас эта возможность будет. Отличную сводку даю под 10 тысяч, но вражеский Джаггернаут прожимает аптечку. В принципе пропушинг уже сработал, но больше пропушинг сработал чисто как раз таки из-за того, что я прожал овердрайв. И сумел слить трех противников, которые стояли на зоне. Да, то есть если сейчас мы еще раз так же само въедем, мне дадут проехать, то в принципе, наверное, шансы на сведение вражеского Джаггера у нас здесь будут. Так, только не по Джаггеру сводка пошла. Вот сейчас пошла уже по Джаггернауту. Но он просто открывается и сливается, да, не хочет слиться под меня, сливается под кого-то другого. Но пытаемся сразу накидать урон по другим противникам. Ну и меня уносит, но мы пока что держимся. Держимся очень хорошо. Джаггернаут по идее должен вообще пушить. Если начнет пушить вражеский Джаггер, то у нас вообще начнутся очень хорошие плюсы, потому что мы уже ведем 3-0. Да, и при каждом пуши дополнительном я буду просто сводить и сливать Джаггера. Да, вот например, как сейчас мы просто делаем сводочку. Пока у него даже еще нулевой урон. Мы вот так вот на восьмерочке ваншотаем, ваншотаем восьмерочка. Вот она, старая добрая ваншоточка. Старая добрая восьмерочка, которая делает джазовые врывы по вражескому Джаггернаутику. И работка очень эффективная на постоянной основе реализуется с этой комбиночкой. Так, пошлите, пошлите, пошлите пушить дальше. Попробуем сейчас свести еще разочек Джаггернаута. Благо он просто стоит открытый. Ну, я даже свел, но там 4000 урона, оказывается, надо было дать. Можно было, по идее, даже так плотно и не накидывать. Смотрим, где респ уражеского Джаггера. Я вжимаю овердрайв просто на линию, чтобы как можно больше противников еще набрить дополнительно. Так, ну и смотрю, где Джаггер. Джаггер респуется у нас слева. Попробуем сейчас ему дать сводочку. Благо у меня сейчас эта сводка и сцепка работает идеально. Ну и все, восьмерка залетает, 0 хп у Джаггернаута. По идее, сейчас наши тиммейты должны добить. После восьмерочки у него остается 4000 хп. Если не приходит ни одного крита, как, например, сейчас у меня ни одного крита не прошло. Восьмерка залетела вкусная. И все, что остается, только добить. Добить Джаггера. Добить, 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 добить. Вот и все. Вот и все, вот и все, вот и все. Все, 6-0 ведем за 6 минут. Комбина реализует свои бабки просто, как, я не знаю, как лютая торпедка. И если вообще, по идее, ну вот при таком счете противника джаггернауты должны не стоять как бы АФК, они должны стараться пушить, да, если джаггер бы сейчас выпушивал бы дополнительно, то я думаю, что я бы мог бы еще бы тоже сверху понакидать. Ну и плюс, весь прикол в том, что моя комбинация с джаггерой против джаггера держит полный залп. То есть, если, например, джаггер мне сначала дает залп, а потом я ему накидываю свой залп, то у меня есть отличная возможность просто его перестрелять, да, передамажить его. Но даже в такой ситуации, например, я мог бы джаггерку даже не менять, остаться на ней и спокойно сливать вражеского джаггернаута. Да, но мы ведем уже 7-0, просто 7-0 мы уносим эту замечательную каточку, и это очень-очень хорошо, до 1000 я не знаю, успею дотянуть или нет, но, в принципе, уже за это время, что у меня есть такое большое количество очков, идеальная сводка, это уже очень хороший результат, это очень хороший показатель. Не успею шар прожать, к сожалению, если бы успел еще шарик сюда вбухать, то было бы вообще бы бомба, но 8-0, 8-0, ребяточки, 8-0, 8-0, это не есть ли результат, это бомбочка, просто бомбовая темочка. Сейчас мы попробуем еще сводочку дать, главное, чтобы она не залетела в труп. Так, ну и все, идеальная сводка, отличный залп у нас 9-го джаггернаута, я думаю, что мы можем даже, наверное, продленочку сделать и попробовать еще одну каточку вместе с вами реализовать. Просто за 8 минут я зарабатываю 800 очков, 800 очков 8 минут, то есть полторушку с этой катки можно было вжимать вообще в легкую. То есть эта комбинация на сегодняшний день полностью, полностью сильнее джаггернаута, полностью, просто полностью. Это при том, что это пустыня, и здесь, ну, для того, чтобы доехать до вражеского джаггера, надо было еще чуть-чуть постараться. То есть если это небольшая карта, вот, например, какая-то, да, то сейчас у меня будет возможность просто на постоянной основе сводить джаггера, и он даже не сможет никуда уехать, да. Здесь на такой маленькой карте это сделать довольно-таки просто. Ну, сейчас мы попробуем это реализовать, в теории, конечно, это так работает. Ну, и резов нету страйкера, нет резов, просто нету. То есть я могу спокойно сводиться в оппонента и уносить его. Это не есть ли та самая крутая темка? Это не есть ли та самая вкусная вещь? Так, сводочка пошла, отлично. Ну, чуть-чуть так, не супер жестко выпикивает, но перезарядка этой сводки моментальная, и мы добавляем просто еще одну сводочку, джаггернаут первый на респе. Добрый вечер, молодые люди, как ваше настроение, как ваши делишки? Мы просто начинаем чуть-чуть контролировать ваш спаун. Ждем респа. Тут уже противник въезжает. Думаю, что я противник или что, я не знаю. Не, не противник, а тиммейк въезжает. Думаю, что я противник, наверное. Так, ну и где жаггернаут? Респиться будем? Ага, он уже респанулся, оказывается. Ага, оказывается, он уже тут респанулся. Он уже тут респанулся. Он уже тут накидочку делает. Хорошо, у меня аптечки не было. Уходим на респ. Ну, сейчас попробуем сразу быстро выпушить. Думаю, что проблем особо у нас в этой ситуации не должно быть. Даже можно... Не, ну давайте жмем просто, не тру. Едем въезжать. Едем въезжать просто со сводкой. Отлично, великолепно. Аптечка сейвит. Мы сразу добавляем еще 4000 урона. Вражеский викинг прожимает овердрайв. Падает оверка на центре. Под оверкой мы вообще должны без шансов уносить. Сейчас можем даже попробовать овердрайв быстро получить. Ага, аптечку прожимает. Но не так быстро, как мне хотелось. Я получил эту аптечку. Так, ну и противник пока что пытается держать как раз-таки зону. Да, одну. Одну зону. Так, ну джаггер. Джаггер. Хорошо. Без уже без аптечки остается. Без, вернее, не аптечки, без овердрайва остается. Давайте пробовать. Въезжать. Офигеть, викинги просто вжимаются. С приваренными башнями челы вжимают свои оверки. Я в шоке. Просто вот так вот они играют в этом матчмейкинге. Вот настолько жестко, типа, играющие с матчмейкингами. Так, ну мы въезжаем в джаггера. Мы въезжаем в джаггера. Мы въезжаем. Ну маловато, маловато. Мне надо было, наверное, даже резисты самого себя взять. Может быть, это будет даже поактуальней. Пока что с этой зоны. Я, кстати, думал, что это будет даже попроще выбить. Но все равно это выбиваемая вещь. Это выбиваемая вещь. Поэтому пробуем. Можем добавлять еще сверху овердрайв. Вот это чисто рубка один на один. То есть один на один. Джаггер против Ареса Страйкера. И я в этой рубке. Вы понимаете, уникальный танк. Уникальный танк. Он слабее моей комбинации. Вот вы понимаете, что соло чел может просто слить джаггера. Соло. Да? И после этого мы говорим о каком-то там доминирующем танке. Там о каком-то преимуществе игры на джаггернауте. Либо еще о чем-то таком. Ну о чем тут говорить? Просто. Ну о чем? О чем здесь можно говорить? Так, я выжимаю овердрайв, чтобы законтролить центральную оверку. Блин. Ой, хорошо, что я ее забрал. Ну и добавляю сразу, без сводки, чтобы забить. Джаггера там небольшое количество хп, поэтому. Мне выгоднее сделать так. Аптечка. Аптечка есть еще на центре. Попробуем ее забрать. Параллельно пытаемся делать сводочку. Сводка не слетает. Поэтому у нас идеально залетает еще одна сводочка. Просто 4-2 уже летим. До 1000 можно долететь, по сути. Это еще, если учитывать тот факт, что я первого джаггернаута не забираю. То есть первого джаггернаута, пока он только имеется. С него тоже можно какие-то дополнительные очки забрать для себя. Но, как вы уже понимаете, я все-таки, если уж делаю акцент исключительно на джаггере, то мы пытаемся реализовать нашу комбину, а не играть на джаггернауте. Поэтому мы уже чисто работаем на нашем ареса страйкерочке, который себя в этом режиме реализует, как в старые добрые времена. Когда-то эта комбина была актуальна еще даже на Викинге. Я помню, как я играл. Так, у меня смока просто в овердрайв вжимает. Так, что там у нас? Молот, смоки, страйкер. Молот, смоки, страйкер. Возьмем давайте резист. От себя был молот. Моки, страйкер. У меня от себя будет резистик. И от противника будет резист. Так, и у меня происходит ошибка. И меня не респит. Все, понял. Обновляемся по-быстрому. Ничего страшного, бывает такое. В принципе, это, наверное, не удивление для меня, что в таких ситуациях бывают. Так, ну и нам надо быстро закончить эту катку в досрочку. Чтобы у нас было две молниеносные, быстрые досрочные битвы. На нашей новой, вкусной, замечательной комбинации. Тогда будет все очень и очень хорошо. Хорошо, хорошо. Так, возвращаемся. 5-3. 5-3. Противник пытается чуть камбэкать. Чуть камбэчный пытается сделать эту катку. Так, ну я с респа жму не тру. Въезжаю в джаггера. Ну и здесь уже переключаюсь просто на добавочку. С критами уносим джаггера. За 8 ракет, если крит, 2 крита вылетают, то вы закономерно уничтожаете джаггера на алта. Вам хватает как раз. Без критов не хватает. С критами вам урончика хватает, чтобы унести вражеского джаггера. Ну и это было, уже был 6-й джаггер. 6-й джаггер за 6 минут. Отлично. Если бы не перезаходил, может быть даже уже бы получилось бы закончить. Так же самое. Опять с респа жмем... Давайте дэшку. Хотя надо было не тру жать. Надо было жать не тру, чтобы не дать возможности даже отъехать вражескому джаггернауту. И так сейчас он меня здесь унесет, потому что у меня нет аптечки. С аптечкой у меня хватает хп подсейвиться. Без аптечки, к сожалению, на подсейв мне не хватает чуточку хпшечки. Так, но если что, вообще в принципе мы можем добавлять... Добавлять... Ну ладно, все, короче, джаггер улетает. Добавлять овердрайв. Да, но тут даже без овердрайва все реализуется. 600 очков. Вражеский джаггер начинает выпушивать. Вот чего я хотел видеть. Чего я хотел видеть даже не то, что... Ну просто, да, я хотел видеть как можно больше таких ситуаций, чтобы вражеский джаггер как можно больше старался въезжать в нашу базу. Так, ну и сводка не совсем жесткая. Но, боже, какая молниеносная перезарядка у этого страйкера. Просто молниеносная перезарядка. Хоть и джаггер пытается кататься по нашим респам. Но нам надо его слить. Нам надо его слить, потому что противник тоже пушит наших тиммейтов очень жестко. Иииии... Нам надо сливать. Нам надо сливать. Ой-ой-ой, не успел я дотянуть чуть-чуть до угла. Там было сложно довольно-таки. Ещё он уезжает. Боже, это очень плохо, что он уезжает. Потому что хп у него должно быть мало. По идее. Ну да, как он бежит, у него должно быть 0 вообще. Если так джаггер бежит, то у него 0 хп должно быть. Попытаемся попасть тут. Нет, не попадаю, к сожалению. Ага, он сжимает ОРку. Вроде как даже свою, если я не ошибаюсь Он вжал В этой ситуации Так, ну и теперь он пытается сейвиться Ага, ну с подсейвом тут уже будет потяжелее Если честно ситуация обстоять То, что я его так отпустил И не прожал грамотный овер, это плохо Блин, ну сколько типы нажимают оверок на викингах Офигеть, просто им вообще без разницы И просто жмут на викингах овердрайва Они просто вжимают оверки Ну, а ничего страшного, в принципе Мы-то реализуем как бы комбинацию Овердрайвовая война Особо сильно не интересует Я, как говорится, свои овердрайвы Немножко на более ценные вещи, наверное На сегодняшний день стараюсь тратить Хоть у меня их и большое количество на основном аккаунте Но все равно Не особо горю желанием Сливать эти оверки просто В джагернаутике Если бы это был бы, конечно, не основной аккаунт То я бы, наверное, тут бы ядерную войну мог бы спокойно устроить Контентовую Так, у джагера появляется оверка Это плоховато Это плоховато, плоховато, плоховато Попробуем сейчас дать сводочку Ага, у меня сводка перевелась Вот перевод сводки, это, конечно, тоже плохая вещь Но команды у меня, как будто, по ощущению, в этом бою вообще нету Команды как будто нету Но мы пробуем, мы пробуем и не сдаемся никогда Пробуем дальше Пробуем визжать джагера Пробуем давать сводочку ему Отлично Отлично Фулл сводка залетает Так, пробуем добавлять Ага, понял, добавочки не будет Добавочки не будет, но фулл сводка залетела Не с большим уроном, потому что это был резист Но у нас добавляют торнадовые сводки Также тиммейты Ну и наша задача Попытаться как-то унести джаггернаута Который остается где-то на 5000 хп Где-то 5000 хп у него прямо сейчас Мне дают джаггернаута Мне дают джаггернаута Дабы перевернуть эту встречу Но я не знаю Я думаю, что нам надо пушить Я думаю, что нам надо пушить Потому что у джаггера не такое большое количество хп И если он не жмет свою оверку То он должен сливаться Ага, понял Хорошо, даем сводку Сводка на сводку Но меня уносит пол хп Остается Вроде как свою оверку нажал Может быть, конечно, я ошибаюсь Вроде как выглядело, что своя была И в упор подъезжал Если, конечно, не своя, то Анлучка Но если своя, то пофиг Так, пробуем слить Надо слить обязательно А, это последний джаггер! Блин! Обидно! Но тут, конечно, овердрайв на аресе был критический Когда я промазал Когда этот противник уезжал Но в целом Комбинация Мега крутая Прям вообще Я вот когда Скатал на ней один раз Когда мне Виталичка говорит Попробуй Эту замечательную комбинацию Я попробовал Я реально кайфанул Этот страйкер с восьмеркой Реально стал как старый добрый страйкерочек Который Может Делать грязь Может Уносить Соло джаггера Просто соло джаггера Да Конечно, немножечко в этой катке Под конец Мне не повезло Но в целом Очень круто Очень круто работает Поэтому если вы Любитель джаггернаута Давно в него не заходили Возьмите эту комбинацию Ну, либо возьмите Хопера Страйкера Тоже с восьмеркой Он тоже хорошо Очень эффективно работает Ну и вообще Хопер против джаггернаута На сегодняшний день На коем-нибудь Там ловкаче Очень быстро Можно въезжать Стрейфить Обманывать Накидывать Да, урончик Можете тоже Попробовать реализовать И с хопером Эту комбинацию Против джаггернаута Ну, а так В целом Конечно Это очень и очень Сильная вещь Пишите, что вы думаете По поводу этой комбины Пишите, что вы думаете По поводу джаггернаута По поводу его баланса В целом Нормально ли То, что Ареса страйкер Сильнее джаггернаута Я считаю Что это, конечно Полный провал С точки зрения баланса Самого джаггернаута Но Если у нас есть такая комбина То почему бы и нет Берете ее Уносите вражеского джаггера И просто Разваливаете кабины Поддерживайте обязательно Данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дам не пропускать новые видеоролики Ну и конечно же Не забывайте про мой личный Так создатель контента Прямо сейчас Как я уже сказал Проходит розыгрыш На 1 миллион кристаллов На 300 тысяч танкоинов Устанавливайте его В настройках игры Ну и участвуйте В этом розыгрыше Все инфа есть в описании У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока